Возвращаясь к прошлой теме, я скажу, что чтобы герб Российской Федерации обрел магическую силу, чтобы страна увидела свой путь, и на Россию кто попал оклеветать не посмел, вместо короны, утратившей свое значение с расстрелом императорской семьи, там должна стоять звезда Богородицы. Вот никто против не будет, я почему долго рассказывал, потому что все народы, и чуваши тюрки, и удмурты финноборские, и татары мусульмане, они все ее знают, но христиане ее называют звезда Богородицы, а звездами Богородицы над Русью надо поднимать. И если миллион служителей культа на это не сделали, то это, как говорится, их проблема, понимаете, у нас в стране много кто уже себя относит, но, ну как сказать, служителям культа, но очень важно, чтобы люди снизу подняли. Поэтому я даже, знаете, просто с людьми, и люди берут сейчас все себе, многие берут себе родники в, как сказать, управление, не управление, шефство над родниками, шефство над родничком. Если человек берет себе в жизни, то ему в судьбу будут плетаться хорошие ниточки. Родники это не дырки из земли, откуда вода бежит, это глаза нашей Родины, которые должны видеть синее небо. А их специально сделали здесь законодательно в Москве, чтобы хозяина не было. Их нужно не закреплять за муниципальными образованиями, и давать, многим родникам нужно давать статус природных памятников. Раньше люди так дома не делали, как сейчас. У нас берут, родники засыпали, сверху дом поставили. В этом доме никогда не будет счастья, когда он стоит на засыпанном роднике. Если под домом проходит речка подземная, она из дома всю энергию вымывает. Потом люди, сил нету, онкология и все дела. Люди не жили, никогда не нарушали законов природы. Они в них вписывались. Они так делали, чтобы то, что было природное, только оставалось. А сами думали, как бы не нарушить вот эти энергетические ходы и вот это все. Это все было. День рождения Богородицы. 21 сентября. Когда света и тьмы в космосе ровно пополам, из родников родной земли побежит целительная и структурированная для женского здоровья вода. И с тысячи лет все женщины Великой Руси шли к родникам. Родник символ Богородицы. У славян этот день назывался День Лады и Лели, День Матери и Дочери. Это настоящий День Матери, космический, вселенский. Бабьи Лето не случайно называется. Сам Бог небо открывал для женщин, чтобы они делали свои обряды. Когда тысячи женщин выходили на обряд, они свои энергии и небо это открывали. Бог говорит, да ради Бога, нате, и делали. Это очень важно. Это, кстати, как и пасхальная неделя, канун Рождества Богородицы, это святые дни. Там где-то с 15-го много чего нельзя делать. Тут как раз нельзя предков поминать. Можно покойника, напекликать в семью или болезнь страшную. Нельзя деньги занимать и здоровьем хвастаться. Нельзя обувь на стул ставить. В семье кто-то может повеситься. Нельзя дочери куклу дарить, бесплодной может стать. Да. Но в этот день все жарили оладушки размером с ладонь. Оладушки это в честь Лады Богородицы. День Лады и Лели. И тем не менее, чтобы перекусить возле родничка. На живой куст возле родника славяне вешали белые ленточки. Когда в честь молока первородной матери. Дань первородной матери на свою счастливую женскую судьбу. Когда с родника в воду руки набирают, тут линии судеб работа уже начинается. На воду из родника женщины, вода, луна, женщина. Кстати, его отмечали не именно 21 сентября, а луну хорошую брали. Почему так долго? Потому что в прошлый год была карагай, черная луна. Безлуния. Вот все темные силы свое зло творят, когда луны на небе нет. Энергия луны, она дала жизнь всему на земле. И она мешает колдовать. Ну, этим, колдунам всяким. Но когда луны на небе нет, вот тогда они все черные дела и творят. Есть такие времена, когда луна обувает, и пока она не начала расти, вот есть дни, греки называли дни гекаты, дни черной луны, безлуния. Вот это самое страшное. Но если первое, совпадает, а потом был 22 сентября, был первый лунный день, и все пошли тогда к родникам и обряд делали. Что делали? Приходили к роднику, руки в воду набирают. На воду нужно сказать слова. Вообще загоровом нельзя всем верить, видео есть, запиши. Воду, этот, в руки набирают, воду. А вода, вышедшая с родника, она как чистая флешка. У нее этого, незабитая ненужная информация. Вот что ты на лету она говоришь, то тебе и будет. Его можно это как стихотворение выучить. Ну, ладно, я тебе повторю. Смотри, как говорят. Святым словом, добрым часом, заговариваю себя и свой род. Пусть беда мой дом стороной обойдет, пусть нужда от меня навсегда уйдет. И как в чистом поле трава мурава поднимается, пусть сила рода моего возрождается. Благополучие, удача, любовь сохраняется. Если у кого-то что убежало, возвращается. Так а быть, так а есть, так а будет. И ныне, и плисно, и от круга до круга, ключ, замок, язык, воду пьют. Что в ладонях останется, это выливать нельзя, это нужно умываться. Что умывается, даже не вытирали, чтобы высохло. Тут через линии судеб, тут через внутрь, через глаза, она на себе всю эту информацию закладывает. Но представьте себе, вот тысячи лет у славян с этого обряда начинался Новый год. И как легенду после этого в Европе рассказывали, сколько у русских детей, какие у них сильные, красивые женщины. Какой это свободолюбивый и добрый народ. С почитанием женщины. У нас, знаете, уже все знают, что не будет сын родину защищать, если он дома с матерью не разговаривает. Поэтому, чтобы убить русский мир, все начинается в семье. Рушит основу семьи. Нагло. Чтобы родня с родной не роднилась. Чтобы русские все из России с деньгами желательно. И чтобы это, природу загадить, родники убить. Поэтому, возвращаясь к этому, у нас такое сейчас важное. Это, чтобы в каждой семье летопись рода писалась. Чтобы родня с роднёй роднилась. Чтобы женщины стали мужчинам к сердцу. Вот давай я тебе поясню. Просто так проси, вот так. Это, я тебе поясню. Мужики за этим не следят. За этим следят женщины. И в осознанной привычке всегда нужно ходить, сидеть и спать у мужчины со стороны его сердца. Где у него сердце? Вот. И ты так культурно раз сюда, обычно. Вот, потому что мальчикам нельзя на печень давить. Это очень чревато. Мужик всегда будет психовать. Но так устроена вселенная. Я вам покажу. Серьёзно, я за этим, как говорится, поколением наш род набирает. И вот у алтайцев так дом устроен. Это будет вот так, значит, дыр. Вот это будет мужская сторона. Это будет женская сторона. Женщинская сторона получается, как прямо смотришь со стороны сердца. Это дерево символизирует тот род, который они должны начать. И чтобы их род стал выше солнца, выше луны. Чтобы Бог его всегда видел. А в роду все мужчины были настоящими мужиками. А все женщины были настоящими женщинами. В этой картинке нарисована вся вселенная, состояние гармонии с точки зрения человеческих отношений. Но не обижайтесь девочке. Что девочка любит, что девочка не любит, это вообще никого не интересует. Пока она мужику не понравится, толку не будет. Правильно, чтобы ему нравиться, надо быть к сердцу. Но даже, знаешь, гадают девочкам по правой руке, а мальчикам по левой. Вот если вы за руки возьмёте, если вдруг у вас почувствуете, что у вас настроение стало улучшаться, вдруг что-то шутят с миром. Мать, это судьба складывает. Здесь правильные линии судеб на ложь. Друг с другом складывать. Вот через эту точку можно энергию друг другу давать. Вот мужики часто здороваются правой рукой. Они здороваются правой рукой, но они энергию друг другу не отдают. Она у них, это не такая рабочая, как у женщины. Женщины по ручкам не здороваются. Ну, я в армии хорошо видел, мужики почти все обуваются с левой ноги, им так удобно. Но интересно, что все женщины обуваются с правой, им так удобно. Когда идёт женщина обуваться, она вся правую ногу вперёд ставит, а потом в левую. А мужикам такое даже в голову не приходит, потому что у них всегда будет левая вперёд. Они даже чистят сначала левый ботинок, потом правый. Потому что так вселенная устроенная. И когда в церкви венчают, всегда, кстати, правильно ставят со стороны сердца. А вот в ЗАГСе ставят наоборот. А потом все говорят, а чего это у нас столько разводов? А говорят, а вы как хотите вообще обряд проводить? Вы даже хоть маленечко-то по традициям узнавайте. Там очень много фотографируют. Когда фотографируют, они даже фотография, как фантом человека, будет говорить, она ему не к сердцу. И будет отрабатывать свою информацию. Весь мир цифра. Поэтому вот этот символизм. Поэтому когда вот идут на мероприятия. Ну вы сами, может, видели, вот кто постарше видел. Пошли на чужую мероприятию, там, свадьбу, там, Новый год. Сядет со стороны печени. А там же все это, алкоголь. Мужик раз 50 грамм лишних. А мужик лишний 50 грамм, у него глаз налево дык. А мужик, да, они так и все устроены. Они даже, каждый женатый, хоть раз в год мечтает побить холостяком. Лёлик сказал, в бриллиантовой руке. Ну это, в общем-то, афоризм. С этим даже никто не спорит. Потому что мужик так устроен. Но мужик, она видит то, что он глаз, у него не туда. Лишние 50 грамм уже. Она локотком в печени только дык. А там желчь. Если желчь мужика выбрасывает, мужика уже не остановить. Он или тут подерется, или дома будет. Потом, кого думаешь обижать? С двух раз. Вот, если женщина, мужчине к сердцу, он всегда будет ее заботиться. Он ей будет подарки всякие дарить. Конфеты вкусные будете ей кормить. Апесины. Он будет ей весь мир показывать. Наряжать ее будет. Ну, она ему к сердцу, он для нее горы сворочит. Если на печень давит, злой уйдет налево. Поэтому уход этот надо блокировать. Но интересно, вот даже в русском языке, вот это пуговицы, помните? Всем девочкам пришивают на эту сторону. А мальчикам на эту. И не я их перешил. Это древняя традиция. Но пуговица в русском языке, она от слова пугать. Отпугивать злых духов. И первые пуговицы, они были с зубами, с мордой. Но девочкам ставили сюда, а мальчикам сюда, что когда мальчик с девочкой правильно идут, чтобы между ними пуговиц не было, энергии хорошо пошли, они стали чем-то целым, неразделимым. Ее пуговицы отбивают сюда, его сюда, они неуязвимы. Никто не сглазит, никто не заколдует. Чувствуешь, как намного глубже? Это все вот именно традиции семейной жизни. Их много там. Знаете, вот, например, простая традиция. Нас, например, с детства мать заставляла стоя обуваться. Увидеть сидя обуваться, что в старости не обезножили. То есть, чтобы кто в осознанной привычке постоянно стоя обувается. Носки. Вот я толстенький тоже, мне 45 лет, я найду, я на центр комнаты выйду, чтобы носки одеть. Я нашел свои точки, как мне носки одевать? Я вечно спокойно. И это вырабатывает не только физическую устойчивость, это вырабатывает еще энергетическую и социальную. То есть, ну, психологическую. Чтобы с пути не сбиться. Чтобы быть устойчивым от жизненных ситуаций. Простая традиция, стоя обуваться. Ну, например. Кстати, вот, мальчик, ну, знаете, вот, девочки, наших мальчиков воспитывают наши девочки. Наверное, даже вот мальчиков воспитывают по-другому. Он бежит, споткнется, упадет, никто не должен его поднять. Стоят, смотрят. И смотрят, как он. Если он кряхтит, встает, идет дальше, молодец, мужик растет. Но если он сел, аааа, но все равно не будет подняться. Он говорит, мужик может 8 раз упасть, но он должен 9 раз подняться. Тогда мужчина будет вырастать. Это вот в быту таких традиций, ну, много. Ну, таких вот небольших, но они очень такие, ну, знаковые. У нас, да, у нас сейчас бабушка приехала, а мне внуку говорит, привезли с города. Он 6 лет скоро в школу пойдет. Сел на диван гулять собрался. Говорит, кто меня будет одевать? Ага. Таких сейчас... А они вырастают. Вот он к матери в гости идешь, должен 2 пакета с едой нести. К матери пожрать, ходить не надо. Но если у тебя есть такая подсознание, что тебе нужно о родителях заботиться, то тебе будут давать вот эту энергию, ну, 9 возможностей это заботиться. Это сила рода на Руси называется. Тот, кто в подсознании должен заботиться о семье... Вот просто мужчина женится, и через полгода у него доход увеличивается на 30%. Это вот социологи считали, откуда это берется. То есть делать то же самое, а доход больше. А потому что у него семья появилась, ему надо о семье заботиться, там дети, по-моему, это все... Это все очень на тонком уровне работает. Сила рода. Приходят массово, 2.31, 3.2, 3.3. Все было, говорит, удача, благополучие, здоровье. Куда все уходит? Удача ушла, говорит, денег хранит. А тебе, говорит, зачем? Говорит, деньги, говорит. Жены нет, детей нет. Что, с другом нам сам не пробухать? Для этого, что ли, силу рода будет кто-то тебе давать? Нет. Сила рода дает тому, у кого свой род есть. И это очень мощная такая штука. И человек живет, а там нужно много чего успевать, за свою жизнь сделать. Поэтому мы сейчас тут на уровне молодежи, сейчас будем буквально студентам колледжа объяснять, свой род начать, поднять и прославить. И чтобы в тысячелетиях потомки говорили, вон аж дед какой крутой. Гордились. Вот это нам очень важно сейчас. Силу рода на Руси возрождать. Летопись рода писать. Предков друг друга в семье научить, упоминать как своих собственных. Девочки должны стать мужчинам к сердцу. А день рождения Богородицы нужно делать не просто национальным праздником, а не рабочим днем для женщин, чтобы никто женщин не остановил. Это настоящий женский день. Это настоящий день матери. Его нужно переносить вот на этот. Зачем делать 30 ноября? А я скажу зачем, чтобы в порожняк ушел. Чтобы пользы от этого не было. Есть вселенский день матери. Бабье лето из-за этого называется. Зачем придумывать, что попало? Понимаете, в чем дело? Поэтому у нас 4 года не было бабье лето. А зачем, говорит, вам небо открывать, если вы перестали делать свои обряды? Люди очень мощные ргомы. Они что, своей мыслями, энергией могут небо открывать? Ну, когда это? Нет ничего сильнее совместной молитвы. Но мне страшно, что убивается на Руси русский дух. Вот зачем мне страшно. Я своего русского тоже долго не знал. У меня же 8 кровей во мне. Ну, все разные. От цыган до кумандинцев у меня как-то там. Кумандинцев до алтайских родов? Да. Поэтому, знаете, на Алтае много народов живет. Тубалары, теленгиты, телиуты, уреханцы, шорцы, меркиты, найманы, майманы, кепчаки. Кумандинцев только 12 родов. Но если есть славянская культура, она объединяет все народы. Она, любую этнокультуру нужно рассматривать в разрезе славянской культуры. Да, мне алтайцы приходят, вот там вот так. Говорю, знаете, говорю, вот кумандинцы, все помнят то, что телиуты их 300 лет данью обкладывали. Они были трояданцы даже, кумандинцы. Ну, такой, они добрые, трудолюбивые, как бы, все хорошо, но не могли себя даже защитить. Телиутские князья их данью обкладывают. И все помнят то, что кто кого-то даже не увел, кто кого-то, когда барана украл. Вот хорошее может забыть, плохое будет помнить. Если не будет вот этого объединяющего сверху славянской культуры, то эта Украина там цветочками покажется. Поэтому эти просчитали наши западные партнеры, они бьют чисто по славянской культуре. У нас удивительно, у нас в стране женщины не знают, кто такое Лада. Лада, Богородица, родила почти всех славянских богов. Слова уклад, расклад, ладони, оладушки. В честь Лады, Богородицы, она, но дочь ее Леля. Но нет нежнее и красивее образа для девочек на этой земле. Ведь лебедь это птица Лели, это богиня весны, красоты, покровительница девочек до замужества. Лелеять в русском языке, от имени ее любить, как бы и сразу взрастить, лелеять. Да, Леля. Сестра ее Желя, богиня сострадания. А пожалеть ребенка, это призвать древнюю богиню успокоить его. А суд, это сын сварога, у него две дочери, правда, и кривда, и кто только, суд решает, кто у него сегодня любименький. И кривда бывает, он глазки состроит, и он говорит, одного матраса мне мало, говорит, на нарах лежать. Ну, это. Если вы видели новость, это Рособородные экспорты. Разворовали огромные деньги, говорит, нам, говорит, надо два матраса, говорит, чтобы мягче было. Ну, я говорю, а этот, как его называют, Макошь, богиня судьбы, помощница, пряхий судеб человеческих долей, не доля, доля плетет хорошие поступки, не доля плохие. Я свое русское, когда вставал узнавать, тоже много чего интересного узнал. Я родился в чертоге Волка. Чертог Волка, покровитель его Велис. Велиса многие знают. Ну, его еще волосом называли, да? Помнишь, наверное, да? Волосы. А? Хорошо. Но волос, чем интересно, вот суть Велиса была объединять яфь и нафь. Ну, его, говорит, покровитель лесов, там... И проводник Дош. Проводник, он что-то с боком связанное. Ну, да, его в виде скотти-бог, вот такой его знак Велиса. Ну, у меня на сумке, я что-то костюм не одел, показал эти. Но, смотри, Виль, Волос, если ты слоги наоборот переставляешь, слоги, даже не буквы, вперед ставишь С, потом Л, а потом В. Получается, русское слово Слово. Даже само русское слово Слово, это уже имя всемогущего Бога, брата Сварога, покровителя шаманов, бога мудрости, богатства, бога красноречия. Он объединял яфь и нафь. И обрати внимание, вот волос, он сидит внутри нашей головы, там, где мир наших хотелок, желаний, мечтаний, да? А сам весь наружу. То есть там нафь, а тут яфь. Он явно, его нужно иногда расчесывать, косичку заплетать или еще что-нибудь, понимаете? Волос требует к себе, ну, что он уже в яфе, понимаете? А сам сидит там, где нафь. И Слово. Человек думает, говорит и делает. Вот русский раньше вообще никогда не вравил. Они всегда думали, говорили и делали одно и то же. Это магический треугольник. Мысли, слово и дело. Но именно Слово он из мира нафи выносит энергию в яфь. И если ты думал, говорил и делал одно и то же, в этом магическом треугольнике и стоял вообще весь русский мир. Мысль, слово и дело. Сказал, сделал, подумал, значит скажи. Если ты говоришь то, что думаешь. Но когда вот это лицемерие и ложь, оно просто разрывает русский мир. Думают одно, говорят другое, делают третье. И все, рушится. Потому что русские купцы никогда не врали. Они всегда думали, если уже обещнулся, есть, говорит, такая поговорка. Не дал слово, держись. Дал слово, говорит, крепись. Ну в том смысле то, что если дал, то ты должен выполнить. Поэтому очень важно вот этот русский дух, не обращая внимания на религии. Мы все боимся религии обидеть. Я говорю, из-за этого убивается сама суть русской культуры. Даже Сурия, богиня удачи, посулить. Море Амара, богиня смерти и зимы, заморить и уморить. Морок, брат ее, мрачный тип, заморочь. А, например, ну все, даже слово погода, это имя всему было, легкого, теплого ветерка. Погода не бывает, теплый, легкий ветерок, понимаете. Ну почему русский мне не говорит, а почему нам это никто раньше не сказал? Я говорю, правильно, если вы будете знать свою древнюю культуру, то вы будете свободными, красивыми, успешными, любимыми. Кстати, вот интересно, они знают Дня Рождения Богородицы, но все знают имя няни Александра Сергеевича Пушкина. Вот все знают. А знаете, почему вы знаете? Потому что если вы напишите на бумажке Арина Родионовна и посмотрите туда даже без микроскопа, то увидите очень важные для славянской культуры два слова. Это Арии, про народ всех славян, и род, дед всех богов. И так отмечали проводников, которые должны были явить миру пример, который даже если ты не шибко умный, то заметишь. Александр, когда эта знаменательная бабушка сидела, этому маленькому Саше Пушкину рассказывала русские народные сказки, она явила миру, она открыла его персональный код. И явила Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта. Но в его жизни все было немножко гипертрофировано. Ведь ему стихами было легче разговаривать, чем прозой. Он был не очень высокой, не очень симпатичный, чего уж там сказать. Его дедушка был эфиоп, сам он немножко на обезьянку похожий. Но он, тем не менее, это был человек чести и достоинства. Все самые лучшие русские черты в нем присутствовали. Он был не очень богатый, но у него была самая красивая жена Санкт-Петербурга. То есть это специально было, то, что он не очень красивый, не очень богатый. Но у женщины у него самая прекрасная. Он творческий, абсолютно честный. Вот это вот, понимаете, что может сделать русское слово, если вовремя ему детям рассказать. Ну, русским оставили, да, они где-то тоже мне говорили в передаче, оставили две сказки, где Иван Дурак и где по щучьему велению. Вот эту летопись родовести, кстати, интересный момент. Вы знаете, с 25 декабря по 6 января идет Калейда, Бог перемен. Но хорошие перемены нужно предков поминать, и тоже поминальные дни. Я даже надеюсь, что когда меня не будет на этой земле, что мои потомки будут читать эту летопись и будут поминать меня. А я уже как ангел-хранитель оттуда буду им помогать, потому что канал будет открытый. Вот я когда нашел эту могильную плиту, возвращаясь как бы в прошлом, я же никогда в художественную школу не ходил. Я жил в деревне, Чубур называется, Талдыкурганская улица. У нас в 8-летней школе была мазанка. Ну, такого художественного школы, такого вообще понятия не было. СССР был, ну, ну смысл в чем? Через 2 месяца, как я нашел эту могильную плиту, я стал картины рисовать, просто как какой-то этот... Ну, знаете, причем мне было это абсолютно легко. Видите, в моих работах сколько лиц. Оказывается, этот святой иконы писал. Чего умел мне, то и открыл. У нас много художников, их учат, учат, они потом сжигают мольберты и больше никогда этим не занимаются. Я никогда этим не учился. Я просто встал и стал делать их массу. Вот сейчас могу показать, 10 метров у меня есть картина, сейчас Дню Великой Победы. Это все мальцами. Да, причем абсолютно... Так это, знаете, это не тысячная часть, чего я нарисовал в этой жизни. И что характерно, мне все купили. У нас много художников, но они нарисуют свои открытки и не знают, кому порадать бы подороже. А у меня была очередь по 30 картин в заказе всегда. У меня даже было... Как вам сказать? Если я считал 10 картин в заказе, я считал, что у меня дела плохо идут. Что такое 10 картин у меня всего лишь в заказе? Я не понимал. Я только сейчас стал понимать, что так не бывает. Уже нет у вас в Гурн-Алтайском? В Гурн-Алтайском? Не знаю. Вы знаете, у меня много работ всяких разных. У меня очень много на историческую тему. Там хватает хороших художников. Понимаете? Но вот я взял себе вот так вот сделал. А вы еще в нижний зал не ходили. У нас еще один тут зал есть. Там больше сказки, да. Поэтому у нас много чего в жизни мы как бы сделали. Мне есть чем похвастаться. Но я когда вот это все шел, этот путь, через творчество. Вот знаешь, через творчество. Для меня вот эти вот... Открыть свой персональный код. Вот откуда, знаете, что к каждому человеку по-разному идет. Кому-то нужно дерево, кому-то камень. Кому-то нужен огонь, кому-то вода. Но именно в гармонии, в равномерном этом всем использовании. Это шаманские технологии, но это тактика. Но тактика, она без стратегии к чему? А стратегические вопросы оказались полностью закрыты. Ну я почему-то думаю, я что-то должен это на Русь говорить? Я так надеялся на христиан. Вот можно уточняющий вопрос, Артем? Чтобы замкнуть наш круг. Я слушаю-слушаю. Вы в своей беседе вот сейчас представили нам. И мы поговорили о шаманстве, мы поговорили и о других религиях. Коснулись там и ислама и так далее. И в основном у вас весь разговор идет вокруг славянского язычества. Так построена беседа. У меня вот сегодня настолько много противоречий между вот этими вот неуязычниками и христианами. Каждый себя считает русским, особо русским. Значит, очень много противоречий. И вот этот вопрос, пожалуйста, закройте. Потому что в вашей беседе я увидел объединение какое-то. Объединение. Мы никогда... У нас тоже приезжают славяне и говорят, не было Иисуса Христа. Я говорю, давайте изначально. За тысячу лет до рождения Иисуса Христа в светорусских славянских ведах появилась запись. В Сарацине живо родит Божича. И живо третья жена сварога, которая ребенку дает душу. Где было записано? В ведах. Какая запись. Как предсказание. Первые, кто пришел к Иисусу Христу с дарами, это были волхвы с Востока. Там не было негров. Это их имена известны. Их могилы известны. Они похоронены в Восточной Германии. Восточная Германия это русская земля. Даже имя их города Берлин это русское слово. Берлога. Многие знают Берло и символ ему медведь. Но Каспар, Мельхиор, они там похоронены. Это, они были, в общем-то, славянские шаманы. И они пришли к Иисусу как с дарами. И сказали, родился Сын Божий. И вернулись на родину. И сказали, вы примите его учение как свое. Это было. Поэтому то, что сказали волхвы, кто с этим будет спорить. И приняв христианство как имени. Пришли люди, сказали, родился Сын Божий. Мы же тысячу лет его ждем. И они приняли Христа как Спасителя. Потому что это прекрасно ложилось на славянское мировоззрение. Заповеди его. Но действительно, Единобожие, никто от своих богов не отказывался. Просто немножко передернули. Вот я говорю, есть слово полку Игореве. И там монах в монастыре писал, что видел. Не было конъюнктуры рынка перед глазами. Он писал, воины перед битвой пошли в храм Сулии, богини удачи. Просили удачи в бою. И храм Мори и Мары, богини смерти. Чтобы не забрала раньше времени. 200 лет Русь крещённая. Монах пишет, что воины идут к своим древним богам просить перед битвой. Это о чём говорит? Потому что никто от своих богов не отказывался. Как можно от рода отказаться? Ну потом, видите, с развитием этого самодержавия, царь. Вы рабы божьи. Вообще богу зачем рабы? Не на Иисуса Христа кто плохое скажет? Не он же сын Божий. Если столько людей не может ошибаться, мол, вы сказали, значит святое. Потому что нужно как бы старших слушаться. Но царю надо было. Вы рабы царя. Потом рабы бояр. Так как они помощники царя. Рабы князей, раз они помогают боярам, а те вам царю тот, который помазанник Божий. И вот через это стали вот это. Русские никогда себя рабом не называли. До Ивана Грозного абсолютно не было никакого крепостничества. Вместе с Иваном Грозным крепостничество посло после его. После. Но понимаете, и тогда и христианство оно было более оптимистичным. Ушла династия Рюрика. То есть мы знаем, что Мономах говорил, что помните о Карии Божьем. Бог не будет горать. Вот чем мы отличаемся от христиан. Ну я считаю себя православным. Вот при всем моем этом. Православные это те, кто славит правь. В праве живут славянские боги. А кто живет стезей праве. А стезя праве, она свой род начать. Рожать детей, видеть правнуков. Ну такой закон. И для нас вот это важно. Семейные традиции. Если это христиане. Они видите, в каждом даже. Ну у них есть как этот. Совместные проповеди. Ну в каждом написали, что он должен говорить, что не должен. Дисциплина там как в армии. Похлеще. Ну так же. Понимаете. А волхвы ратовали за вечевое управление. Демократическое. Вот сейчас пришло время демократии. Пришло время возвращаться к ведам. Но не так как ломать. А потихонечку. Просто, как говорится, нужно принимать объективную историческую реальность. Нам, рабу, Богу не нужны рабы. И президенту рабы не нужны. Он хочет, чтобы в стране были свободные, красивые, успешные люди, активные. Ну, социально активные. Чтобы они, те, которые могли. Вот это общество сейчас имеет такой социальный заказ. И религия должна соображать. И намного. И даже, знаете, все вернется к ведам. Это в ведах написано. Потому что сама жизнь будет это диктовать. Сейчас уже рабство. Никому не надо. Получилось то, что все религии. Что ислам. Смирение. Обратите внимание. Вот у ислам самая молодая религия. Но они делают обряды древние. Это что как? Выходят с утра 10 тысяч мужиков. Садятся рядочками на восток. Русских что-то я массово не видел возле церкви. Что называется. Мужиков там. Но женщины, кстати, в исламе нету. Там женщин с утра. Чего им к солнцу идти? Их вопросы решает ночью. Луна. На каждом минарете луна нарисована. Коснется солнечный луч вершины минарета. Начинается. Аллах, Аллах, Бисмилля, Рахман, Рахман. И все вот так делают. Кто встает и говорит. Нам одной жены мало. Нам надо 4. Потом посмотрели. Самые дорогие в Нирваге Лондона. На Париже все арабские, мусульманские. Еще внимательно посмотрели. Самое популярное имя в Европе Мухаммед. Второе Али. И ну молодцы ребята. Вот я честно говорю, кто нам мешает. Вот я даже как пример на экскурсии стал людям говорить. Вот фильм был хороший. Белые розы видели, да? Там артист Санаев, он с солнцем разговаривает. Махровое язычество. Причем он хотел, чтобы сыновья его свой род продолжали. Вот это для мужика очень важно. Чтобы род не умер, чтобы он поднимался. Поэтому он с солнцем там разговаривает. Даже помирать собрался. Говорит с солнцем, все что я бы тебя просил, ты мне дам. Не будем тебя попросить ничего. Потому что мужик всегда будет, солнце ему энергии. Мужик должен вставать раньше рассвета, ложиться после заката. Но выйти с утра и сказать солнышку. Ярилка, братан, дай сил, здоровье, удачи, благополучие. Укажи путь. Мужчина жив, пока летит стрела. И пока она летит, а куда она летит, должен свет светить. Свято должно быть. Понимаете, что я делаю? Поэтому и получается то, что религии нормально, когда они... Батюшка нормально. Какая, говорит, поп, такой приход. Понимаете? Но у нас получилось то, что они как бы в сути своей, я не против религии, они немножко у нас... Мне не нравится, когда с именем Христа, знаете, столько, крови уже пролили, столько людей ограбили именем Христа. Идут вот эти всякие там секты все, начинают там... Иисус вас любит. Молодец любит, я тоже его люблю. Ну что теперь, тебе квартиру что-то продавать за этого? Понимаешь что? Поэтому человека никто не может ограничивать в свободе выбора. Ни религия, ни кто. Нас напрягает что? Религия, там, переставка, ре. А все эти слова, регресс, ретушь, революция. Почему-то Арье впереди стоит, как и в религии. Такого не было слова, была вера. Вера, это ведать ра. Понимаешь что? Вот сама слово, она... Не то, чтобы научно. Да, поэтому... Ну, они, ученые, когда изучали, они заметили, наверное, все, что... Религия это... Га это путь. Аре это назад. Но Га, она по пути ходит, понимаешь что? На Га, Га это путь на древнеславянском. Поэтому ученые же тоже не дураки. Они же, когда это все изучают, многие очень... Много ученых что-то сказали. Я же книжки не читаю. Я же интернет не хожу. Интересно что, да? Я только с людьми общаюсь. Вот все, что я говорю, я или через... После медитации, вот сказки свои легенды, после медитации рождаются. А информацию я... Мне люди говорят. Ну, если я верю, я вот, я соглашусь. И мне тоже... У меня мать, ну, многие, одни мои знакомы. Я говорю, а что ты так Иисусу Христу? Ну, говорит, эй, а... Николай чудотворца любит. Вот любит, все, у меня Никола второй после Бога. Больше мне никого не надо. Вот Николай чудотворец, все. Хотя он христианинский. А что ты, говорю, Иисуса Христа так игнорируешь? Он говорит, не женатый. Не он, ни один из его апостолов женатый не был. Не, один был. Иуда. Но в этом разрезе вдруг начинается вся эта история по-другому видеться. Поэтому, как бы, знаете, у нас такой закон. Я не имею права говорить, если я это не пробовал. Вот если бы... Это мой музей. И на тот парк, еще, тоже мой. Я там президент общественной организации, да. То есть я определенный путь иду. И если я энергетически подрастаю, мне дают. Это переварили чуть-чуть больше. Ну и растем потихоньку, медленно. Но мне тоже друг прибегает. Артем, что делать? У меня жена умерла. Я говорю, я откуда знаю? Моя-то, слава Богу, живая. Если я этот урок жизненный не проходил, я совета давать тебе не имею права. Мы не имеем права давать людям совет, если он знает больше меня. Выглядеть дураком будешь. Понимаешь, что делать? Поэтому религия, это для нас... Дай Бог, чтобы у человека была вера. Вера, то что... А как ты Бога не назови? Будда ли ты его будешь называть? Или Иисус Христос? Пророк ли будет в этом Мугамед для тебя и Аллах? Бог, Он един. Все слова, что мы придумали, это все Бог знает. И для Бога нету разницы ни в языках, ни... Он все понимает. Любое слово на любом языке для него будет понятно. Любое чувство, оно будет для него понятно. Но в мире есть два чувства. Это любовь и страх. И все будет делаться или во имя любви, или из-за страха. Мы хотим, чтобы любви было больше. Но понимаем то, что без страха тоже невозможно. Поэтому что... Но мы боимся только то, что тебе может жизнь и здоровью принести вред. Вот лететь ночью 200 километров по мокрой трассе на машине, это может... Нужно бояться. А вот говорить правду не надо бояться. Потому что она должна будет тебя поднимать. Потому что завтра все равно все узнают, что было в основном деле. Поэтому вот мы учим людей, что нужно... Если ты так подумал, то ты так и скажи. Но если уж ты сказал, то... А если ты был неправ, то имей совесть, извинись. Но в таком духе. Ну то есть нужно... Если человек искренне поступает, но заблуждался, это не будет грехом. Но если он точно знает, когда все вас... А-а-а-а стоят, потом... А это лицемерие. И когда нацию учили лицемерить... Вот я честно скажу, я за Путина ни разу не голосовал. Но если его будут обижать, я пойду и буду за него заступаться. Я просто всегда голосовал за других людей просто из вредности, чтобы, как говорится, не все у нас в стране хорошо. Ну я так всегда и говорю. Я не потому что... Вот сейчас Народный фронт сказали, я буду вступать в Народный фронт. Мне это нравится. Для того, чтобы вот эти темы донести... Ну шире площадка была. Поэтому если вот такие люди, как Проханов, например, поддержат наши идеи, мы его тоже будем поддерживать. Нам нравится его точка зрения, его патриотизм. Это не тот, который как бы для должности, для денег, а тот, который настоящий, за Родину. Поэтому будет тема... Мы можем приехать, выступить где надо, поддержать его на своем уровне. Мы можем оттуда где-то какую-то информацию давать, если это мы будем понимать, о чем речь. Потому что вот этот патриотизм, он должен быть уже... Ну наш патриотизм, он какой? Я говорю, не надо тебе за всю страну переживать. Ты свой рот начни, подними и прославь. Вот все, что я хотел молодому человеку в жизни сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!